Приветствую вас! Вы пишите о том, что у вас в пятницу экзамен будет по вождению, что сейчас после перерыва усилились ваши страхи и появились сомнения, дадите вы экзамен или бросите результативы стать водителем. Значит, во-первых, не совсем понятно, о каком перерыве вы говорите, что это за перерыв, что если я представляю этот вообще перерыв, почему он был перерыв, был ли он по вашему собственному желанию или это был вынужденный перерыв. Если это был вынужденный перерыв, то это один момент, если это был по желанию перерыв, то есть это другой момент, то есть это не совсем понятно. Дальше. В целом, мне видится ваша, скажем так, глобальная проблема в том, что, с одной стороны, вы не видите, как мне кажется, достаточных оснований для того, чтобы заниматься вот этим. то есть, чтобы, ну, стараться, может быть, сдать вот направо, это с одной стороны. И с другой стороны, ну, вы явно, если можно так выразиться, сверхмотивированы на то, чтобы, вот, экзамен, свой сдать. То есть, вот такая чрезмерная мотивация, она, ну, наверное, на пользу вам не пойдет. Она, на мой взгляд, она вас сбивает ещё больше. То есть, вот, вы и так себе не сказать, что уверены, да, получается. А так вы ещё больше боитесь, ещё больше переживать. То есть, чрезмерная значимость, вот, экзамена, она не мешает. Вот, поэтому, мне кажется, что здесь хорошим вариантом для вас было бы снизить эту значимость, снизить значимость для вас экзамена и определить, что именно вы снизить, ну, ставите на окон, желая его сдать. Вот. Так же, значит, что вы хотите доказать. Так же, речь идет здесь о том, что вы сомневаетесь в том, нужно ли вам быть водителем. А значит, возможно, не уверены в том, что подобная интенция идет от вас. И тут, конечно, тоже возникают вопросы. Если вы не уверены в том, что вам нужно становиться водителем, не имеете четких целей, сомневаетесь, ну, появляется сразу же энергия для того, чтобы сомневаться. Да. Вот. Такая вот неопределенность, да. Вот. Ну, в 5 место, что-то не бывало. Если вы не уверены в том, что, значит, сразу на место вот приходит другая история, что если вы не уверены, что нужно, значит, 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 знаете, думать, что вам это не нужно. Вот. То есть, глобально, глобально здесь вот такое противоречие. Что нужно сделать, поработать, стараться открыть эти противоречия, которые я озвучил. Вот. Вот. Возможно, выяснится страх неудачи. Вот. Возможно, еще некоторые моменты будут, вот. Которых сейчас, ну, понятное дело, сейчас, эти моменты, они не истинные, да, они не столь, так сказать, очевидны. Вот. Ну, они и есть, эти моменты, и, кто знает, может быть, может быть, на вас это все влияет. Вот. Вот. Хотя, конечно, это и не точно. Единственное, что, наверное, это то, что я бы рекомендовал вам не затягивать как-то вот с обращением, да, потому что, сами говорите, что в пятницу уже у вас экзамен, и, соответственно, ну, лучше, лучше будет, если как-бы как можно быстрее, да, я бы этот запрос разберется. Вот. Ну, по крайней мере, так мне этот момент видится. И дальше, я думаю, вам уже можно будет помочь через работу вот в этих направлениях, которые я озвучил вам в целом. Так вот, я мог бы ответить вам на вопрос, вот. Страх неудачи, если он есть. То есть, к сожалению, родом из детства, это такое вот, достаточно негативное, получается, восприятие ошибок своих, вот. То есть, ну, отказ признать, что вы можете в той или иной степени ошибиться, отказ признать, что вы можете что-то сделать не так, вот. И, конечно же, для вас может быть крайне-крайне тяжело, вам это может быть очень тяжело. И вот за счет этого искусственно, совершенно искусственно увеличивается важность дачи экзаменов. Вот. То есть, там, ну, в идеальном случае, там, в идеальном случае, что, понятно, не всегда реально, да, но в идеальном случае, то, что человек готовится, готовится к экзаменам, в общем-то, соответствует тем, ну, результатам, которые человек по итогу от этих экзаменов получает. Ну, я боюсь, что здесь немного не так, я боюсь, что здесь результат, результат вы воспринимаете не соответствует со, ну, своими экзаменами. Вот. И, соответственно, отсюда возникает трудность. Вот. Ну, поэтому тут нужно, вот, условно говоря, с вашими чувствами, как-то, вот, познакомиться немножко поближе, чтобы понимать, как они вас вообще проходят, да, то есть, как они вас притекают, что я сюда подставал. Вот. Ну, вот, в принципе, такой ответ, я думаю, можно вам дать. Не откладывайте. В долгий ящик обращений к специалисту. Вам это очень важно будет сейчас, если хотите качественно решить свою проблему. Вот. Ну, а мы, в свою очередь, будем рады вам помочь. Если вам мой ответ понравился, буду благодарен за его открытку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам всего самого доброго.